Добрый вечер, дорогие телезрители канала «Доутком». Сегодня мы станем свидетелями очередной гонки в рамках чемпионата Польши. Соперником местного локомотива станет команда «Полония» из города Быгдышч. Локомотив принимает лидера первой польской лиги и собрал под свои знамена наилучший состав на данный момент. Это первый стартовый номер Рафал Аканевский, второй стартовый номер Шиштоф Бучковский, третий стартовый номер Яцех Голуб, четвертый стартовый номер Йонас Давидсон, пятый стартовый номер Андреас Йонсон, шестой стартовый номер Марцин Янджиевский, седьмой стартовый номер Эмиль Сайфуддинов и восьмой стартовый номер Михаил Лопачевский. Ну а теперь о составе команды «Локомотив». Девятый стартовый номер Григорий Лагута, десятый стартовый номер Артем Лагута, но рядом с его фамилией стоит значок «ЗЗ», а это значит, что он приболел, видимо, не отошел еще от травмы. Одиннадцатый стартовый номер должен был выезжать Томаш Пич, но его заменил Андрей Королев. Двенадцатый стартовый номер Сергей Даркин, тринадцатый номер Павел Мессинц, четырнадцатый Евгений Каравацкий, пятнадцатый Вячеслав Герудский и шестнадцатый стартовый номер Максим Богданов. Это вторая встреча между «Локомотивом» и «Полонией». Если вы помните, первый на выезде «Локомотив» проиграл, и довольно с неприличным счетом, как будет сегодня. Я думаю, это очень хороший раздражитель для хозяев трека. Как бы там ни было, поляки надеются на победу, и они даже практически уверены. Вот что сказал Лешик Теллингер, президент «Полонии». На данный момент у нас состав более оптимальный, и теоретически мы должны выиграть на долгопилском треке. Я заменил Кристиана Хеффенброка, и пока отказался от услуг Симона Стида, на Яцека Голуба. Буду надеяться, что Яцек Голуб покажет себя в этой гонке. Но как бы там ни было, эта встреча вызвала большой интерес у долгопилских болельщиков. Вы видите, сколько собралось их на стадионе «Локомотива». Тем более, это вызывает интерес и у других соперников. Сможет ли «Локомотив» одолеть «Полонию» на своем треке? Хотя, если честно говоря, потенциально мы чуть-чуть слабее. Но как бы там ни было, мы знаем, «Локомотив» дома у себя очень-очень опасный соперник. Ну вот, выезжают гонщики на первый юниорский заезд. Под красным нашлемником с первой стартовой дорожки выезжает 16-й номер Максим Богданов, он заменил Евгения Караваскова. Желтый нашлемник и шестой стартовый номер Марцин Янжиевский. Пятнадцатый стартовый номер Вячеслав Герудский. И под белым нашлемником седьмой стартовый номер Эмиль Сайфуддинов. Ну, видимо, решили поставить Вячеслава Дерудского после выступления его в ровно на кубок этого города. Он там занял второе место, чем, как говорят, и зарекомендовал себя для основного состава. Ну, все, внимание на старт. Ну, в общем-то, неплохо стартовали наши гонщики. Тем не менее, Максим теряет свое место, да, уже уступил Янжиевский. Ну, как Эмиль Сайфуддинов пытается, он не удалось ему пробить, пробить Максима Богданова. Но Марцин Янжиевский уверенно уходит, уверенно уходит в отрыв. Сайфуддинов еще предпринимает одну атаку, но Максим Богданов держит. Если честно сказать, Максим Богданов приехал из Венгрии и всю ночь был в дороге. Он выступал в полуфинале чемпионата Европы среди взрослых. И не знаю, как удастся ли ему настроиться на эту гонку или, по крайней мере, успел ли он отдохнуть. Ну, пока все, внимание на дорожку. Ну, в общем-то, солидное отставание у Вячеслава Герутского. Он едет пока только лишь четвертым. И я сомневаюсь, что ему удастся привезти очки. Ну, тут ничего удивительного нет. Он встречается, извините меня, пожалуйста, Эмиль Сайфуддинов в прошлом году чемпион. В прошлом году был чемпионом мира среди юниоров. Вот еще одна атака Максима Богдана на Марцин и Янжиевского. Нет, все-таки Янжиевский никак не хочет пускать. Но мне нравится настыдность нашего Максима. Итак, посмотрим. Нет, ничего не вышло. Итак, первым приехал Марцин Янжиевский. Он привез три очка. Вторым был Максим Богданов. Третьим Эмиль Сайфуддинов. И четвертым Вячеслав Герутский. В итоге 2-4. Мы проигрываем два очка после первого заезда. Да, очень неприятно, что мы проиграли первый юниорский заезд. Именно первый заезд. Он довольно важен. Как для задела. Посмотрим, что будет во втором. Ну вот во второй заезд. И под желтым нашлемником с первой дорожки выезжает Рафа Лаканевский. Далее следует с красным нашлемником Григорий Лагута. Потом второй номер Кшиштоф Бучковский. И Артема Лагуту заменяет в этом заезде Павел Мессинц. Ну вот, как говорят, и пригодилась ЗЗ. ЗЗ это значит болен. И Артема Лагута теперь мог заменить 4 раза и каждый гонщик локомотива. Может быть, это и сыграет свою какую-то роль. Я думаю, что, скорее всего, наша команда решила обыграть Полонию тактически. Ну и плюс своим напором. Внимание на дорожку. Старт. Ну вот, в общем-то, Григорий. Григорий пробует атаковать Рафа Лаканевский. И выходит все-таки вперед. Посмотрите, буквально сразу после первого виража. Ну, я думаю, что, зная на спиртность Григория, я думаю, что он все-таки привезет 3 очка нам. Ну, здесь пока еще сложно сказать. Все-таки Рафа Лаканевский это не слабый гонщик. Довольно сильный и имеет хороший стаж в спидвейном мире. Но в любом случае, зная Григория Лагуту, он очень редко отдает гонку, вернее заезд, когда лидирует. Ну, пока так все и расположилось. Григорий Лагута, Рафа Лаканевский и там кто у нас? Павел Мессинец. Павел Мессинец. Ну вот, я думаю, что это такой реванш некий. Да, в втором заезде мы везем пока 4-2. Ну, что-то немножко не показывает себя Кшистов Бучковский, хотя в рейтинге он находится на 11 месте в первой польской лиге. Но вот рейтинг есть рейтинг, а борьба есть борьба. Это совершенно другое дело и тем более мы выступаем у себя дома. Ну вот он финиш. Первым приехал Григорий Лагута, вторым был Рафа Лаканевский и третьим был Павел Мессинец. В итоге 4-2 и счет сравнялся, общий счет 6-6. Очень приятно, счет сравнял Локомотив и значит борьба продолжается. Вообще-то довольно тягучее, сразу чувствуется, началось все с первых двух заездов. И я уверен, что ни соперник не захочет сдаваться, ни наш Локомотив. А сейчас все внимание на дорожку. Третий заезд, первая дорожка, красный нашлемник, Андрей Королев. Вторая стартовая дорожка, желтый нашлемник, Яцек Голуб. Третья стартовая дорожка, синий нашлемник, Сергей Даркин. И четвертая стартовая дорожка, белый нашлемник, Йонас Давидсон. Ну, в общем-то, тяжелый заезд, будет сложный заезд, потому что Йонас Давидсон, он хорошо катается, солидно достаточно, да. А Андрея Королева мы уже, в общем-то, долгое время не видели на треке и в этом сезоне... Он выступал в матче с Грудзенцем, вы помните, но тогда я не считаю, что это была его удачная гонка, всего лишь одно очко. Но сейчас посмотрим, посмотрим, и все внимание на дорожку. Старт. Собственно говоря, Андрей Королев чуть-чуть подстал, но позиция у него пока неплохая. Вот он... Смотрите, да, он вырывается вперед, он обходит и Яцека Голуба, и Йонаса Давидсона, а Сергей Даркин в этот раз пока... Нет, Сергей Даркин вырывается, посмотрите, на вторую позицию и в итоге... Ну что, наши ребята пока везут 5-1, не хочется сглазить, чтобы... Ну, я думаю, наверное, все-таки гости еще и что касается Йонаса Давидсона, и Яцека Голуба не приспособились к треку. Наши, по крайней мере, накануне проводили тренировку, его пробовали, но всегда хозяева стараются делать трек под себя, но Андрей Королев, на удивление, очень уверенно лидирует, и, как говорят, ему помогает и Сережа Даркин. Ну, кстати, именно после тренировки был исключен из состава Томаш Пищ, и его заменил Андрей Королев, потому что, в общем-то, и Андрей Королев, и Вячеслав Герутский, согласно тренировке, заявили себя лучше, чем Томаш, хотя он, в общем-то, наверное, когда он приехал еще в четверг, он заявил, что он ко сьме ляжет, но... Но Пищ это часто обещает, он все обещает ко сьме-ко сьме, а итог всегда очень печальный, но вот уже финиш. Ну, вот он финал, в итоге 5-1, действительно, первым был Андрей Королев, вторым Сергей Даркин, и третьим приехал Йонас Давидсон. А вот Яцек Голубу не повезло, 0, и в итоге 5-1 счет, и итоговый счет 11-7. Ну, что казать, мне не повезло, просто Яцек ничего пока не показал, я не знаю, оправдана ли эта замена у гостей, но все внимание, все внимание на дорожку, четвертый заезд. В четвертом заезде под желтым нашлемником выступает Андрес Йонсон, далее следует со второй из дорожки Павел Мессинц, седьмой номер Эмиль Сайфудинов, и поедет с подсимним нашлемником с четвертой дорожки Максим Богданов. О, нормальные соперники для Максима, что сможет показать Павел Мессинц, собственно говоря, один гран-прист Андрес Йонсон и не слабый, кстати, он находится постоянно в середине турнирной таблицы, чемпион мира Эмиль Сайфудинов, ну чем не экзаменаторы для наших ребят? Ну да, Сайфудинов, конечно, он в этом году, в общем-то, он неплохо выступает, хотя первый заезд одно очко, но не стоит забывать о том, что у них не было тренировки на нашем треке. Ну вот смотрите, смотрите, все внимание на дорожку, Андрес Йонсон уверенно вырвался вперед, но Богданов по-внешнему все-таки борется с Эмилем Сайфудиновым, да. Хотели поляки отсечь Максима Богданова, но не вышло, я думаю, это, скорее всего, они вдвоем тактически попробовали отсечь нашего лучшего юниора, но я не считаю, еще Артем Лагута, можно считать, на уровне где-то с Максимом Богдановым катается, на данный момент я имею в виду. Ну уже солидное отставание, к сожалению, у нашего Павела Мессенца, он везет ноль, то есть он едет четвертый. Ну я знаю, Павел Мессенц, он почему-то всегда отстает, отстает, а потом борется, борется очень упорно, и удается ему иногда обходить соперников, но я не думаю, что ему будет легко справиться с Эмилем Сайфудином, с его опытом, с его настырностью и с его скоростью, это будет сложно сделать. Но вот смотрите, Богданов хочет, хочет, хочет выиграть у Гран-приста, пытается. Ну хочет, надеяться, что он сможет это сделать, привести три очка. Ну извините, это очень опытный, очень опытный гонщик, и здесь Андрис Йонсен, очень сложно что-то любить. Вот посмотрите, финиш, финиш, финиш. Немножко непонятно было, конечно, в первом. Первым все-таки был Максим Богданов, посмотрите, он привез три очка, вторым был только лишь Андрис Йонсен и третьим Эмиль Сайфудинов. Будем сказать, ну говорите, говорите. 3-3. 3-3. Можно сказать, что Максим Богданов спас этот заезд, а 3-3 нам на руку, и общий счет пока после четырех заездов 14-10. Ну вот он, гонщики готовятся к пятому заезду, и в пятом заезде будет выступать под синим нашлемником Сергей Даркин. Под первым номером и желтый нашлемник Рафал Аканевский, 11-й номер Андрей Королев, и второй номер Кшиштоф Бучковский. Ну что ж, мы видели уже Андрея Королева на третий, будем надеяться, что его задор, задор поможет нашей команде, по крайней мере, в первой серии заезда он чувствовал себя уверенно и помог нашей команде. Посмотрим, как сложится пятый заезд для Сергея Даркина и Андрея Королева. Ну я думаю, что для Андрея Королева опыт все-таки сыграет свою роль и сможет привести нам очки, и, в общем-то, очки эти нужны, потому что гонка действительно... Ну думать одно, а сам заезд, это совершенно другое. Вот, смотрите, как хорошо Рафал Аканевский взял старт, он вышел вперед, Андрей Королев где-то... Падение Кшиштофа Бучковский, но в данном случае он виновен сам, поэтому я думаю, что судья... Мне здесь сложно судить, это пока судья решение не примет, мы ничего сказать не можем, я не знаю, сделают ли... Вот, посмотрите, повтор. Ну вот, повтор, посмотрите, да, в общем-то, сам виновен, виновен. Да, ему никто не мешал, он где-то пытался обойти по внешнему радиусу, но ничего не... Падение Кшиштофа Бучковский исключен из этого заезда, как виновник остановки. А что это значит? Это значит, что нам легче будет. Да, ну вот, гонщики уже втроем готовятся к старту, и будет выезжать Сергей Даркиной, Андрей Королев и Рафал Аканевский. Ну вот, ну вот, смотрите, Рафал Аканевский делает фальстарт. А у меня такое чувство, что он сделал его специально, он сделал его специально, этот фальстарт, как бы там ни было. Ну, ясно, его сейчас заменит. Заменит юниор, и я думаю, что... Вы помните правила? Либо Матин Жиевский, либо Мисефудинов, да. При фальстарте один раз может заменить юниор гонщика. Любого гонщика, любого гонщика команды, будь то взрослый, будь то юниор, один раз в гонке. Помните, мы с мальчиком с грузинцем, мы воспользовались этой ситуацией, что нам, безусловно, помогло выиграть эту встречу, ну и, как говорят, набрать побольше очков у себя дома. Ну и выезжает, выезжает, выезжает на замену Эмиль Сайфудинов. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что этот заезд будет достаточно сложным, потому что Эмиль Сайфудинов раскатался уже и... Ну, пока сложно сказать, но амбиции Эмиля, они, скорее всего, могут сыграть свою роль, как-никак чемпион мира здесь уже... Он второй раз, он в этом году у нас на третье. Ну, посмотрите, наши вырвались вперед, и, тем не менее, уже уступил, уже уступил Сергей Даркин, но Андрей пока едет первым. Ну, хватит ли сил, Андрей. Во-первых, Эмиль Сайфудинов, вы обратили внимание, умеет прорваться как-то между гонщиками на вираже, особенно на первом. Он часто-часто выходит вперед, но атакует Андрея Королева постоянно. Да, вот еще одна атака. И он впереди Эмиль Сайфудинов. Он впереди. Андрей Королев немножечко не выдержал этих атак Эмиля Сайфудинова. И вот такое чувство, что Сайфудинов уходит в отрыв, и навряд ли что-то может произойти, если только не поломка техники и не падение, потому что отрыв слишком большой. А если чемпион мира уходит вперед, то ему уже навряд ли что-то может помешать. Да, вот он уже... Пошел на последний круг, пошел на последний круг. Ну, что касается этого непосредственно самого матча, да, Полония явно приехала за победой, и она хочет обыграть Локомотив и увезти не только отсюда бонус, но и плюс еще два очка. Тем более они претенденты на выход в экстра лигу. Ну вот, он Сайфудинов был первым, вторым приехал Андрей Королев и третьим был Сергей Даркин. Счет этого матча 3-3, ой, этого заезда 3-3 и матча 17-13 с пользой Локомотива. А так хотелось, чтобы было бы 5-0. Ну, такого очень редко такое бывает. Ну, по крайней мере, здесь уже вот 3 повторных... Раз старт, второй, третий, третий повторный старт был в этом пятом заезде. Ну, все внимание на дорожку. Шестой заезд, и под желтым нашлемником стартует Яцек Голуб, синий нашлемник Евгения Каравацкого, тактическая замена заменяет Вячеслав Герудский, четвертый номер белый нашлемник Йонас Давицын, и тринадцатый номер Павел Мессин. Ну, я бы вас немного, Лена, поправил. Это не тактическая замена, просто заменяет юниора. Юниора, все-таки Вячеславу Герудскому, ну, чуть-чуть не доверили после чемпионата Европы эту гонку. И вполне, может быть, это оправдано. Мы уже говорили, что Герудский вернулся, скажу, что... Я думаю, что не Вячеславу Герудскому не доверили, а, похоже, что Евгению Каравацкому. А, извините, пожалуйста, я говорю, да, Евгению Каравацкому немножечко как... Ну, молодой-молодой парень, только набирается опытом, но все внимание на дорожку. Ну, вот он, в общем-то, хорошо взял старт Йонас Давицын, и в итоге он впереди. Далее следует Герудский, и в третьем едет Павел Мессин. Ну, Яцек Голуб, он опять не показывает результат, и он четвертый. Ну, мне так говорят, да, Яцек что-то ничего на нашем теке показать не может. Может быть, это и будет ошибкой при самого президента клуба Аполонии, что он взял Яцека. Не знаю, что скажет Яцек после матча, свое оправдание после этих двух заездов, но, по крайней мере, я не вижу никакой езды от Голуба. Брата знаменитого Голуба. Ну, вот уже солидный разрыв между первым и вторым местом. Я думаю, что навряд ли Далец ему пустит эту возможность привести своей команде три очка, тем более так необходимо. Ну, в гонке бывает все, Лена, потому что никогда нельзя заранее предсказать, как и что будет. Но радует, что вот Вячеслав Дерудский очень уверенно находится на второй позиции. Обыграл Яцека Голуба, обыгрывает Павла Мессинца. Ну, вот, собственно говоря, и финиш. Финиш первым приехал Йонас Давидсон, вторым был Вячеслав Еруцкий и третьим Павел Мессинц. А Яцек Голуб, он не доехал, не доехал он до финиша, он сошел с трассы. Ну, видимо, что-то с мотоциклом. Счет этого заезда 3-3, вновь ничья, и общий счет 20-16. И седьмой заезд, девятый стартовый номер Григорий Лагута, желтый наш левник Андрос Йонсон, и в этом заезде Артема Лагута заменит Сергей Даркин. И шестой номер Марцин Янжиевский стартует с четвертой дорожки. Ну, а удастся ли Григорию Лагуте обыграть Андреаса Йонсона? Максиму Богданову удалось. Это, ну, буквально доли-доли сантиметров, какие-то миллиметры, говорят, доли, а сантиметры... Ну, там очень-очень трудно было определить, но Богданов вырвал. А что сделает Григорий Лагута в этом заезде, мы пока еще не знаем. Ну, вот гонщики, в общем-то, выехали уже на старте и готовятся, готовятся. Вот он, старт. Ну, посмотрите, в принципе, Григорий уверенно взял старт и... Ну, Йонсон есть Йонсон. Йонсон, да. Буквально на первом вираже набошел нашего Григория. Красивую езду он показывает. Вот уже вторая серия заездов, очень красиво. Это чувствуется по манере езды, как он ведет себя на дорожке. Лагута, конечно, настыдный парень, он будет стараться, но что-то отставание очень увеличивается. Но, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день на чемпионате мира по спидве Йонсон находится на седьмой ступени. Да, там где-то вместе шестое и седьмое места занимает. Есть у пары гонщиков одинаковое количество очков. Он шестое место занял на четвертом этапе гран-при, который проходил в Дании в Копенгадене. Да, Лагута пока ничего не сможет сделать. Мы понаблюдаем еще за, как говорят, третьим-четвертым гонщиком, но там синяя шапочка. Это значит наш, наш гонщик, наш гонщик идет. Это Сергей Даркин идет пока на третьей позиции. Ну, я думаю, что ничего не изменится. И 3-3 опять ничья будет. Да нет, смотрите, там борьба идет за третью позицию. Первым мы как-то упустили. Нет, Сергей Даркин все-таки был. Сергей Даркин первым был. Первым был Андрес Йонсон, вторым Григорий Лагута и третьим Сергей Даркин. Кстати, знаете, как-то немножко непривычно называть Григория Лагута, говорить, что он привез лишь два очка. Ну, что же делать? Не все коту масленица. Бывает и так, бывает что-то с настройкой мотоцикла, бывает настроение, и то бывает немножечко плохое самочувствие. Но пока мы по-прежнему лидируем. 23-19, а сейчас все внимание на старт. Это участники восьмого заезда. 13-й стартовый номер Павел Мессин стартует с первой дорожки. Второй номер Кшиштоф Бучковский белый нашлемник. Третий номер, в данном случае Евгения Каравацкого заменяет Максим Богданов. И желтый нашлемик первый номер Рафаала Каневский. Ну что ж, посмотрим, сможет ли здесь Павел Мессин что-то показать. По крайней мере, пока его езда не впечатляет. Но впечатляет Максим Богданов. Начало неплохое, даже учитывая эту долгую дорогу для молодого гонщика, еще пока непривычно проводить столько гонок и довольно на серьезном уровне. Но будем надеяться, Максим Богданов подрастает прямо на глазах. И дай Бог, чтобы не сглазить его. Ну вот он старт. И посмотрите, какую досадную ошибку, да, молодого совсем юниора ошибку Павел Мессинц на старте сделал, да, то есть допустил. Он слишком сильно, видимо, газанул и чуть ли не перевернулся. Но перед гонкой мне Николай Котин говорил, тренер лакомотива, что Павел Мессинц болен, довольно очень плохо себя чувствует. У него насморь, даже температура, но я не знаю. Вот как раз здесь именно и не хватает. Не хватает нам этого одного очка, чтобы уйти в отрыв. Но Павел Мессинц продолжает, он не бросил, как некоторый мотоцикл, не остановился и продолжает, продолжает гнать по дорожке. Посмотрите, расстояние-то сокращается между Павелом Мессинцем и Шиштофом Бучковским. А Максим Богданов уверенно лидирует. Максим Богданов очень уверенно лидирует. Интересно, чем это закончится, гонка-преследование Павла Мессинца? Ну, посмотрите, действительно сокращается ведь разрыв. Уже, в общем-то, есть вполне реальные шансы обойти Шиштофом Бучковским. Рафау Аканевский твердо идет на второй позиции. Вот интересно, правда, самому интересно понаблюдать, чем закончится эта гонка. Да, Павел Мессинц очень упорно. Посмотрите, он все-таки вышел, вышел, он приехал третьим. Да, практически на самом финише, на последней прямой Павел Мессинц. Ну, а первым был Максим Богданов, вторым был Рафау Аканевский и третьим Павел Мессинц. В итоге 4-2 мы выигрываем этот заезд и увеличиваем разрыв. 27-21. 27-21. Ну что, сейчас все, внимание опять на дорожку. Ну, еще, наверное, долго будет вспоминать эти догонялки Павла Мессинца, но мне нравится этот гонщик за его характер. Он никогда не сдается, всегда старается сделать хоть что-нибудь. Ну вот он, 9-й заезд, 4-й номер Йонас Давидсон, 10-й номер в данном случае Артема Лагута заменяет Максим Богданов, 3-й номер Яцеголуб Эмиль Сайфуддинов поедет вместо него, видимо, решил все-таки тренера заменить, да? И 9-й номер Григорий Лагута. Ну, скорее всего, это тактическая замена, с разницей в 6 очков можно делать тактическую замену, и поэтому вместо Яцеголуба появляется Эмиль Сайфуддинов. Естественно, поляки понимают, понимают, что счет становится уже как бы не очень приятным для них. Ну, все, внимание на дорожку, смотрите. Пока Максим Богданов первый. Очень хорошо, но тут его кто-то... Сайфуддинов его атакует постоянно. Хотелось, чтобы удержал бы. Да, настырный парень. А Григорий, Григорий, на удивление... Вот, он обошел все-таки Сайфуддинов нашего Максима Богданова, а Григорий едет... Опа! Как поднял он от цикла. На дыбе его стал железный конь. Хорошо, что ничего не было такого тяжелого для Григория Лагута. Ну, здесь он сам виноват, и он будет исключен. Скоро, скоро, скоро выехал, стоит в ожидании, но Лагута постоял немножечко, наверное, сбило дыхание. Очень сложно сказать, что там произошло на самом деле. Как его подняло мотоцикл. Еще раз посмотрите внимательно. Вот он здесь на вираже. Он, видимо, хотел, хотел выйти по ближней дорожке, по внутреннему радиусу и все-таки догнать кого-то из гонщиков. Ну, он будет исключен из этого заезда, как виновник остановки, и вот перезаезд, и в итоге с тремя гонщиками тяжело будет нашему Максиму. Бороться с двумя, с двумя, с двумя сильными гонщиками, Йонасом Давидсовым и Эмилем Суифуддиновым. Ну, как говорят, раз старт каждый раз, он бывает разный. Раз на раз не приходится. Поболеем за Максима Богданова. Может быть, три очка он привезет, а тогда хотя бы ничья будет. Ну, это, знаете, я бы не рискнул сказать, но все может быть, все может быть. Максим Богданов сейчас очень неплохо выглядит, даже после полуфинала чемпионата Европы. Еще раз напомню, Максим Богданов пробился в финал, даже среди взрослых. Он занял шестое место, набрав одинаковое количество очков с Чехом Матым Кусом. Но поскольку Максим Богданов ему проиграл очный заезд, то, естественно, остался на шестой позиции. Да, Максим Богданов пока даже третий смотрит на самом старте. Ну, правильно, они же ведут командную гонку. Вот, вот, вот здесь он обманул. Все-таки удалось ему обойти Йонаса Давицына, но Эмиле Суифуддинова, я думаю, что... А вы обратите внимание, Суифуддинов помогал Давицыну, чтобы удержать Богданова, а потом понял, что будет это очень сложно делать и уверенно ушел в отрыв. Они пока работали вдвоем на команде, чтобы оставить с очком Максима Богданова, вернее, с одним пунктом, но ничего не получилось. Хотя бы два завести, и то было бы неплохо, еще доехать надо. Ну, вы помните, как у нас было, когда к нам приезжала Мегалада, и за Мегаладу выступал Суифуддинов? Несколько раз у него все-таки была поломка техники, когда он ехал первым. Ну, вот я еще продолжу тему. Помните Кубок Европейских Чемпионов для Эмиля Суифуддинова тоже? Тогда гонка сложилась не очень удачно на нашем третий, и вот сегодняшний старт показал это. Ну, сегодня вот три очка, Эмиль Суифуддинов привез, Максим Богданов был вторым, и Йона Сдавицин третьим. В итоге 2-4, мы опять проиграли заезд, и вновь лишь четыре очка сокращает нас. Можно сказать, в поляке подсократили разрыв, вернулись на старые позиции, разница в четыре очка. А сейчас все, внимание опять на дорожку, десятый заезд. Первая дорожка белый нашлемник Марцин Янжиевский, вторая стартовая дорожка красный нашлемник Андрей Королев, третья стартовая дорожка желтый нашлемник Андреас Йонсон, и четвертая стартовая дорожка синий нашлемник Сергей Дартин. Да, хорошие для наших ребят сопернички попались опять вновь, но такова команда Полония. Да, заезд будет сложным, зная упорство Марцина Янжиевского и, в общем-то, навыки гран-приста Андреас Йонсона. Ну, не стоит забывать и об опыте Андрея Королева. Вот смотрите, Андрей Королев борется, борется, борется там. Борется, посмотрите, вырывается вперед. Королев первым, вторым едет наш Сергей Даркин. В итоге мы пока везем 5-1. Пока, ну да, но что сделает Петпимик Андреас Йонсон? Да, он атакует, кстати, постоянно. Он постоянно, вот смотрите, вот еще одна атака не получилась. Ну, молодец Андрей Королев с Сережей Даркиным, но Андреас Йонсон это боец, как говорят, отступать дальше полякам некуда. А, зато не сложилась гонка этого Мартина Янжиевского, этот заезд. Он, к сожалению, сходит из трассы. Ну, он там немножечко где-то завалился, но потом решил уйти с дорожки. О, Опа, Сергей Даркин уже обошел Андреас Йонсон и атакует Андрея Королева. Ничего себе! Да, посмотрите, все-таки первым, первым едет Андреас Йонсон. Это оставался последний круг, так наши ребята шли уверенно. Смотрите, Петпик их разбросал по дорожке, каждый едет сам по себе, а Йонсон везет, как говорят, спасительные 3 очка, 3 очка для своей команды. Из ничего сделал результат. И вот он финиш. Первым приехал Андреас Йонсон, вторым был Андрей Королев и третьим Сергей Даркин. Вновь ничья 3-3 и общий счет 32-28. Ну, все идет как на качелях. Мы находимся в таком нервном напряжении. Не дай бог, локомотив проиграет хотя бы один заезд. Это же гонка настолько обострится, и поляки почувствуют тоже кураж. Они-то ехали практически за победой, вспоминая встречу в Быдгоще. Но как бы там ни было, уже все знают, первые леди соперники, что к нам приезжать, да, у Гопилса, это будут всегда какие-то проблемы. Мы же проиграли пока только одну встречу домашнюю, острову. Но я думаю, тогда у нас и опыта не было, и не было такого хорошего наката, как сейчас в середине сезона. Ну вот он, 11-й заезд. Евгения Каравацкого заменяет Максим Богданов. Стартует под белым нашлемником со второй дорожки Йонас Давидсон. Григорий Лагута, 9-й номер, 3-я дорожка. И 4-я дорожка. Вместо Яцека Голуба едет Эмиль Сайфуддинов. У меня такое чувство, что Яцек Голуб уже больше не появится на 3-й. Ну и действительно, что ему там делать с такими результатами, две баранки, это очень-очень-очень чувствительно. Ну посмотрите, сейчас на трек Эмиль Сайфуддинов обошел уже и нашего Григория Лагуту, и Максима Богданова. Ну вот что-то у Григория не ладится эта гонка. Посмотрите, он третьим едет. Ну что ж, Эмиль Сайфуддинов просто разозлился. Он взял и разозлился, думает, ну что такое, наверное. Там на Течи ему не очень, вернее, Кубки Европейских, он не очень удачно складывал. Здесь два заезда он привез. Первых двух серий только два очка. Но сейчас раскатался, освоился с треком, наверное, что-то поменял, или звездочку. Поднастроил, как нужно, мотоцикл. И посмотрите, какой у него отрыв. Все-таки очень большой отрыв. Ну вот одного не понимал. Вот что с Григорием происходит? Наверное, все-таки действительно техника немножко подводит его. Ну что, всякое бывает. Всякое бывает. Может, не настроил как следует. Вот мотоциклы Максим Богданов. Ну это понятно. Мы на него и не рассчитываем. На слишком высокий результат достаточно, если он будет возить в пределах 10-12 очков. Это, я думаю, уже успех до самого Максима Богданова. Ну вот, Мильси Фуденов уверенно финиширует. Вторым был Максим Богданов, третьим Григорий Лагута и четвертый Йонас Дэвидсон. Опять ничья 3-3. Общий счет 35-31. Пользу нашей команды. Приближаемся уже к финальным заездам. Ну вот он сейчас буквально, гонщики, отправятся на старт 12-го заезда. До сих пор вот напряжение такое, да, как бы неизвестно. Вот 4 очка разрыва – это практически ничего. Но куда качнется качелька? Куда, в какую сторону качнется? Локомотив явно настроен на выигрыш. Он хочет доказать, что болельщики приходили сюда на стадион болеть за свою команду, доказать, что он не настолько слаб для первой лиги. Ну все, внимание на дорожку. Янжиевский, Даркин, Аканевский и Андрей Королев в таком порядке по дорожкам стартует. Но вы знаете, что хозяева – это красный-синий нашлемник, гости – белый и желтый. Ну вот не складывается эта гонка не только у Григория Лагута, я смотрю, но и у Сергея Даркина что-то происходит. И не знаю, либо техника, либо, может быть, морально гонщик не подготовился. Хотя первую гонку за нас с грузденцем он провел очень хорошо, набрал 12 очков и здорово помог нашей команде. Но помогает он и здесь, забирает по два, по одному очку, что, в принципе, тоже своего рода помощь. Да, ну вот мы немножко его сглазили, по два, по одному сейчас ноль везет, а зато Андрей Королев уверенно едет первым. Очень радует выступление Андрея Королева, по крайней мере, будем надеяться, что он наберет нужную свою форму. Я не думаю, что это лучшая его форма, но, по крайней мере, результат это лучший в первой лиге. Если помните предыдущую встречу, всего одно очко для Андрея Королева, это было не очень. Но сейчас он очень хорошо чувствует себя в этой гонке. Ну и ему соперники, наверное, уже давным-давно знакомы. Он 15 лет выступал в польской лиге за другие польские команды, и поэтому опыт у него есть. Только осталось восстановить хорошую физическую форму и, опять же, проявить свой бойцовский дух. Последний круг. Посмотрите, в общем-то, ничего не изменилось. Андрей Королев первым, финиширует первым. Вторым был Рафа Лаканевский, и третьим Марцин Янжиевский. А вот Сергей Даркин, к сожалению, был четвертым. В итоге опять ничья 3-3, и общий счет 38-34. Да, ну а сейчас мы ждем 13-го заезда. 13-го заезда. Пока-пока мы впереди, но счет-то очень скользкий. Один проигрыш со счетом 5-1, и все, счет сравнялся, и как бы гонка начинается по новой. А с таким шаппи... Что радует? Радует, что не 6 очков, и поляки не могут ввести в шокера. Сделать тактическую замену. Джокер там при 10 очках, Лена. При 10. А 6, да, тактическую замену можно. А у меня есть с кого ехать. И Йонсона, и Сипузинова. Но все, внимание на трек. Ну вот, стартует. Вместо Артема Лагута едет его старший брат Григорий Лагута. Белый нашлемник, вторая дорожка Кшистов-Бучковский. 13-й номер, красный нашлемник Павел Мессинц. И желтый нашлемник Андреас Йонсон. Ну, хороший-хороший состав. Но пока Лагута не в форме, поэтому нас это немножечко волнует. Волнует и волнует. И Павел Мессинцц, он не очень выразительную езду показывает на притяжении всех туров первой польской лиги. Ну, очки, как ни странно, набирает. Ну, вот смотрите, Андреас Йонсон уверенно-уверенно взял старт, ушел вперед и... Ну, что там, что там. Посмотрите, Павел борется, борется с Бучковским и обходит его. А вот Григорий... Ну, непривычно для него. Я думаю, что никто не поверит, если я скажу, что Григорий Лагута ездит четвертым. Ну, что же делать? Наверное, вот смотрите, мотоцикл совершенно не настроен, как хотелось бы ему самому. Он пытается добавить газа, но он не идет, он как бы стоит на месте. И вот, да-да-да-да. Это, конечно, не очень приятный момент для нашей команды. И Григорий ничего не может сделать. Смотрите, вот на экран внимательно... Он приближается. Ну, вот вы знаете, вот как-то, как-то, я думаю, что, наверное, в данном случае самому Григорию обидно, досадно, потому что молодой человек стремится всегда быть первым, он стремится к лидерству. И тем не менее, в данном случае такая досадная досадная... Да, обидно, досадно, да неладно, конечно. Плохо, когда неладно, но в любом случае, хорошо проехал Королев, пока едет неплохо Богданов, они, ну, этим немножко помогают, набирают очки. Ну, вот он, ой, прискорбный для нас финиш. Первым был Андрес Йонсен, вторым был Павел Месяц, третьим Кшиштоф Бучковский, 2-4, мы проигрываем. В итоге разрыв сокращается, и общий счет 40-38. 40-38. Остались 14-й и 15-й заезды. Что произойдет здесь? Ну, вот дорожка полита, после небольшого перерыва на старт выезжают... На старт выезжают Эмиль Сайфудинов, Павел Месяц, Йонас Давидсон и Максим Богданов. Да, очень-очень-очень напряженно. Сможет ли Максим Богданов справиться с Эмилем Сайфудиновым? Как проедет здесь Павел Месяц? По крайней мере, наши гости уже к концу гонки раскатались, и это чувствуется. Они почувствовали дорожку, они, как говорят, набрали обороты, и, не дай бог, что-нибудь качнется не в нашу пользу. Ну вот, в принципе, каждый из этих двух заездов, каждый заезд решающий, он может решить... Внимание, внимание на дорожку, Лена. Внимание на дорожку. Да, да, посмотрите. Павел Месяц выбился в лидеры. И не пускает, не пускает наших соперников. Зато Максим Богданов пока отстает. Вот, вот здесь, где он. Вот, посмотрите, посмотрите. Ну, в общем-то, ну, как мне показалось, в общем-то, виновен. В данном случае в падении Месяфудинов сам, и я думаю, что его должны... Ну, сейчас, может быть, покажут повтор. Очень сложно судить по такому быстрому кадру, потому что он пытался обойти Павла Месяц, но Павла Месяц немножко развернуло. Ну, с Эмилием, вот, слава Богу, все в порядке, он не пострадал. Нервничает, нервничает Эмилис Эйфудинов. Ну, конечно, тут каждый очко на счету. Вот, смотрите внимательно. Да, он практически чуть-чуть не врезался в Павлу Месяцу, но он виноват сам. Павел Месяц очень хорошо выходил из виража, прикрывал первую дорожку, ближнюю, по крайней мере, и не пускал Эмилиса Эйфудинова. Что ж, повторный старт без него. И вот наш шанс едет только за поляков, Йонас Давицын, а у нас и Максим Богданов, и Павел Месяц. Ну, Йонас Давицын сегодня не в лучшей форме, и, может быть, мы что-то сможем сделать, но в любом случае, даже при спокойней езде, нам ничья обеспечена, а это мы по-прежнему будем впереди. Ну, посмотрите, наши гонщики, в общем-то, уверенно, уверенно берут. Пока не очень смысл. Павел Месяц уверен на старт, и Максим Богданов тоже обходит, Йонас Давицын. В данном случае, мне хочется, честно говоря, кричать «Ура!». Но еще кричать «Ура!» очень рано. Это первый круг. Как мы доедем, как мы его довезем. По крайней мере, Павел Месяц старается прикрывать Максима Богданова. Видите, Максим Богданов вышел вперед, и Павел просто работает уже на команду. Держит Йонаса Дэвидсона, и по внешнему радиусу, и по внутреннему, а тем самым Максим Богданов уходит в отрыв. Но в любом случае, даже если Давица обойдет месяц, это будет наша победа, и мы отрыв вновь увеличим до 4 очков. Но будем ждать, будем ждать с концовки этого заезда, и мы будем знать, сможем мы ли завершить не только этот заезд победой, но и саму гонку. Ну вот он, последний круг, гонщики выехали уже на последний круг. Ну смотри, смотри внимательно, Давица не отстает. Не отстает, но тем не менее, тем не менее, сердце радуется, я говорю, хочется руку плескать, хочется... Радоваться будешь, когда финишируют. Вот он финиш, и все-таки 5-1, и победа, уже стопроцентная победа наших гонщиков, наша команда «Локомотив» над Поломией. Общий счет 45-39, 45-39, 14-й заезд практически решил исход встречи. Первым был Максим Богданов, вторым Павел Мессин, третьим Йонас Давицын, а теперь 15-й заезд. Итак, стартует с красным нашлемником Андрей Королев, со второй дорожки желтый нашлемник Рафа Лаканевский, синий нашлемник, третья дорожка Григорий Лагута, и четвертая дорожка, белый нашлемник Андреас Йонсон. Ну что ж, заезд ничего не решает, тут просто дело престижа, кто наберет сколько очков, ну, каждому гонщику нужны очки, нужны очки и команде. Наша команда, конечно, подарила бонус, но забрала победу, это она сделала уже второй раз, подарила Грузенцу, перед этим была встреча, если вы помните, опять же выиграла. Да, когда научатся наши ребята хорошо ездить на выезде? Ну, хотелось бы надеяться, что уже начинают учиться, и что в будущем на выезде мы будем точно так же бороться и приносить победу. Да, хочу напомнить, первая лига, это все-таки не пробулка, я и уверен, что команды 3-4 вполне могут составить конкуренцию командам экстра лиги. Ну, все, внимание на дорожку, пока-пока лидирует Поляки, смотрите, Андреас Йонсон по внешнему радиусу уверенно, уверенно обходит всех и своего коллегу, оставляя наших спортсменов, они вообще вдвоем оставляют на последний... Ну, Лагута-то борется, посмотрите, и, в общем-то, выходит, выходит на второе, на второе место. Да, Григорий Лагута продолжает по-прежнему бороться, не любит он сдаваться, да, сегодня не удалось ему победить Андреаса Йонсона, как это удалось ему сделать с Леи Адамсом. И с тем же Нике Педерсоном, но, тем не менее, зато Андрей Королев вот в этом заезде, к сожалению... Ну, может, Максим Богданов гордится, что он обыграл Андреаса Йонсона в одном из заездов, и как обыграл? Буквально на доле, на доле сантиметров. Ну, как бы там не было даже такое поражение, если, ну, скорее всего, так и будет, 2-4, Андрей Королев и не пытается что-либо делать, да, собственно говоря, может быть, и не стоит рисковать. Мы проиграли 2-4, а в итоге мы выиграем, выиграем, но пусть доедут гонщики до конца, это ясно, что мы победили, мы победили уже в четвером. Ну, да, уже понятно. Вот он, Андреас Йонсон финишировал первым, вторым был Григорий Лагута, третьим Рафа Лаканевский и четвертым Андрей Королев. В итоге 2-4, это счет этого заезда и итоговый счет 47-43. Мы победили. Да, победить мы победили, набрали 2 очка, всего в итоге, после 9-го тура Локомотив имеет в своем активе 8 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. Ну, в принципе, остался на своем месте на 6-й строчке. Тем не менее, тем не менее, лучшим у нас стал Максим Богданов. Он принес 15 очков своей команде. Посмотрите внимательно, Андрей Сьонсон благодарит публику польскую за хорошую поддержку. Это очень вообще хороший жест. Наши гонщики, правда, выезжают, они на заднем колесе, тоже благодарят свою публику за поддержку. Как бы там ни было, Максим Богданов был сегодня лучший, он завоевал приз и принес своей команде 15 очков. Лучшим среди гостей был Андреас Сьонсон, который набрал из 15-14 пунктов. Вот, и гонщики прощаются со своими зрителями. Будем прощаться и мы с вами. На протяжении этого времени с вами были Сергей Малаховский и Елена Костыгова. А следующую гонку мы сможем увидеть на нашем треке, на нашем стадионе лишь 13 июля. И это будет чемпионат Латвии по спидвею. А пока пожелаем вам хороших, приятного отдыха и до свидания. До новых встреч в эфире. Мы вас достаточно долгое время не видели на треке. И тут, в общем-то, такой блестящий прорыв. Вот, что помогло, что поспособствовало? Ну, я не думаю, что это прорыв, это, скажем, возвращение в свою колею. Правда, еще не так глубоко я в нее наступил, как говорится. Еще в форме немножко нужно подрасти до уровня лидера. Но вспоминаю, вспоминаю понемножку то, что пропустил за год. Так что, думаю, еще недолгое время и вернусь в строй на тот уровень, который я могу показывать. Ну, если в этом году вы гоняете за первой, в первой польской лиге, вот какова это лига, на ваш взгляд? Насколько она сложная? Ну, если так посмотреть, практически в каждой команде есть ребята с уровня гран-при и мы показываем, что можем с ними бороться. Хоть, если даже проигрываем, то тоже немного, значит, мы растем тоже. Так что, если будет состав ровный, ребята растут, у нас команда молодая. Думаю, что через пару лет мы сможем составить конкуренцию и в экстралиге. Я думаю, это была одна из лучших гонок в этом сезоне. Как бы, не был готов даже к такой гонке. Сегодня только в один часов приехал с полуфинала Европы взрослого. Там как бы тоже попал в финал. Настроя не было никакого, то есть, просто боролся и боролся. Все получилось отлично. Каков соперник? Соперник был сильный, но, может быть, они нас чуть-чуть недооценили. Ну, а правда говорят, что на нашем треке гонщики навряд ли проиграют? Походу, трех лет, я думаю, что правда. Это мне кажется, что не самая лучшая гонка у вас. И, тем не менее, я смотрю, что вы блестяще гоняете и в шведской лиге. У нас, что сегодня произошло? Было и падение. Да, я не могу сказать, что произошло в этой гонке. Не попался стройками, это очень странно. Чуть я не подобрал какие-то дорожки. Ну, в чем-то, конечно, все равно хорошо. Свой результат не очень, конечно, оцениваю, что проехал. У меня не на 100%. Как вы оцениваете ваших ребят, ваших подопечных? Сегодня было видно, что команда, которая хотела победить лидера и доказать, что хоть и на своем треке, но все равно доказать, что они гонщики, что они могут ездить. Вот. И это удалось. Вот. Сегодня большое спасибо всей команде. Она, в принципе, друг за друга. Кое-что не вышло там у Лагуты. У нас приболезший месяц немножко, он так, почти с температурой, можно сказать. Насморк у него, кашель больной был. Но поехали другие. Андрей Королев здорово сегодня проехал. Вот. Ну и Макс показал на все, что он способен. Когда мы сможем увидеть Артема Лагуту? Я думаю, что на следующую гонку мы уже увидим Артема Лагута. Потом, как бы, немножко перестраховались, чтобы его не посылать, чтобы, ну, он до конца залечился, чтобы не было никаких последствий. Блестящая победа нашей команды Лакомотивчего. Я вас от чистого сердца поздравляю. Вот. Ваше мнение о сегодняшней гонке, ваше мнение о нашем сопернике и о наших ребятах тоже. Сложная гонка была. Вы, наверное, знаете, что сейчас, как бы, наша команда в таком находилась в небольшом спаде, когда, показав прекрасное начало сезона, потом мы немножко правопотели, так сказать, непонятны были причины этого. И эта гонка нас, я думаю, что подбодрит, да, действительно, выиграть у лидера это, ну, такой небольшой задел. Поэтому сейчас мы уже более спокойно, без нервов, можем готовиться к следующим гонкам. А что касается выступления наших гонщиков, они немножко удивили меня, да, потому что не все проехали так, как мы рассчитывали. И наоборот, на кого не очень рассчитывали, те проехали. Ну, не буду я, по фамилии, наверное, победила команда, молодцы все. Даже те, кто привез немного очков, они привезли очень нужные очки. Поэтому спасибо нашим ребятам. Тем не менее, сегодня не очень хорошо все-таки выглядел Сергей Даркин. Да, мы тоже рассчитывали, что он, судя по прошлой гонке, судя по выступлению, в этом сезоне, он в неплохой форме, но в этой гонке несколько потерялся, немножко начал нервничать, перебирать мотоциклы, один, второй, что в гонке все негативно сказывается. Но и все-таки он давно не выступал на командных гонках такого уровня. И думаю, что несколько, как бы, может, не ожидал даже, что будет такая борьба. И действительно, но все равно мы в него верим. Я знаю, потенциал неплохой. Ему немножко нужно опыт выступления в польской лиге, и все будет в порядке. Тем не менее, не так давно, буквально, по-моему, если не ошибаюсь, четверг, был здесь Томаш Пич, который торжественно клялся, что он костьме ляжет, но порвет поляков своих братьев, собратьев. Тем не менее, мы его сегодня не увидели. Здесь абсолютно объективно было проведено две тренировки, причем тренировки именно, где было объявлено, что определять состав и предпочтительно выглядел и Королев, и Герусский, поэтому у нас не было никакого основания вставить его в состав, и вы видите, что мы не ошиблись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok